Это не программная платформа, это не какой-то программный документ партии, это просто интеллектуально-теоретическая вещь, которая может использоваться нами в случае, если появится возможность. Это способ создать эту возможность. Если вот то, что у нас элементальная зарядка, вы представляете, мы сегодня будем этим мальчиком, который вокруг видит вот столько всего, и нам надо каким-то образом понять, что нам делать в институте, в таком положении, в такой позиции. Вот. Еще одна очень важная вещь, не по процентирую вам известную книгу, что хорошее дерево рождает вот такие вещи, плохое дерево вот такое. Поэтому не по делам, не по каким-то образом, не по словам, не по образам, а собственно по делам нужно судить. И любое решение, любое предложение, каким бы оно парадоксальным ни казалось на первый взгляд, нужно оценивать именно вот по этому. что оно дает. Когда мы понимаем, особенно если есть практика правоприменения такая в разных странах, в разных временах, и она работала, забавала очень хорошие плоды, то надо вообще постараться доказать, что в Белоруссии сегодня она такого давать не будет. Так иначе вот разница между этим и этим, то есть это такой, знаете, конечный тест на определение хорошая политика или плохая. Вот. Начнем с шаблонов. 12 самых опасных шаблонов, ментальных шаблонов, которые есть в головах у белорусов, у украинцев, у россиян, наверное, у любимой доли жителей планеты. То, что сейчас творится в Америке, когда, значит, оппонентом, а Трампом может быть человек, который официально признавился социалистом, когда в Европе мы видим, что Британия появилась настолько, что там восемьдесят семьдесят пять процентов органов вступает, когда идет возрождение, восстановление. Собственно, очень важно понять, какие ловушки есть. Первая общая опасная ловушка – это, собственно, происхождение государства. Кто-либо читал книжку «Происхождение государства», в которой они в Европе были созданы? То есть как вообще это возникло? Актуально. Так все студенты, ну, фарши, актуально. Первые курсы, как возникло государство. Ну, я к тому, что просто это достаточно новый институт, да, и… Вот, Кревес, Кревес. Вот, и, собственно, наделение этого понятия, да, концепции, это вообще сверхъестественность. То есть это самая большая технологическая ошибка, когда мы считаем, что государство – это человек, то есть это действующий агент. Это вот если взять там сто ошибок, да, то это самая фундаментальная ошибка будет вообще в обществоведении, в экономике, в политике без денег. Вот это вот, когда мы начинаем с того, что государство делает, государство думает, государство решает. На самом деле, это вот не есть заблуждение, которое нужно отказываться. Потому что вот там шаблон, когда мы забив его, да, все остальное уже как бы уже может быть совершенно вторичным. Вот. И когда вот уже отделись моих пунктов несогласия с экономиксом, с большим количеством экономических предметов, заключается в том, что у них этот шаблон забив в матрицу. Государство должно, государство может, государство слышит, государство инвестирует, государство потребляет, так иначе это ни о чем не значащая фраза. Потому что они не говорят тебе, кто реально принимает решения, кто взвешивает разные опции, какие издержки выгодные, что на самом деле стоят деятельные товары и услуги, которые обмениваются в результате этого. Поэтому вот это первый очень важный шаблон для осмысления. Когда мы начинаем говорить, там, государственная какая-то политика, так иначе мы сводим к тем вопросам, которые мы обсуждали с вами. Есть человек N, человек B, человек C, люди там из Ушклова, из Гомеля, из Гродно, из Витебска, конкретно люди, которые принимают решения, все это под вывеской государства происходит. То есть это еще одна классная штука такая, философская, скажем так, теоретическая, которая вот и есть ловушкой, куда мы связали с загманом. То есть вот если мы эту ловушку и начнем понимать, обсуждать, в порядке с чиновниками, такой дискусс не важен, но именно в отношении мировоззрения, с экономистами, с преподавателями вузов, с интеллектуалами, вот это тот дискусс, который мы должны, собственно, вести. Второе, то есть то же самое следует из этого, да, то есть здесь они наделяют концепцию не существующими, а отдыхотворенными вещами, а здесь они делают точно так тоже, только с точки зрения до обороны. Рынок – это вот какой-то такой монстр, который имеет рожденный провал. То есть что он не делал, там есть провал. И если вы тоже сам подходите к механизму рынка, как к человеку, да, в порядочной делу там человек не может бегать быстро, слушать постоянно, не спать не может, да, является ли этот провал вообще homo sapiens? Нет, потому что мы так сделали, да. Рынок не делался под идеальное составление людей о том, какая должна вообще жить в мире. Рынок – это просто вот мы придумали слово, назвали его рынком. И все. Если в свободном рынке нету, значит, не все могут позволить себе Mercedes – это не права. Если не все могут обеспечить себе образование на уровне каждого – это не права. Если не все могут сделать пластическую операцию увеличения людей – это не права. Да? Заткнул Саша, да. Поэтому, опять, второй шаблон, который мы должны просто опровергнуть, на мой взгляд, если мы, опять-таки, говорим про науку. Наука изучает то, что реально живет, есть в мире. Наше умное заключение, наши, там, утопии, наши некие… Если не психиатр, да, тогда страх изучает, да. И мы, общественная экономика, изучаем, собственно, эти вещи. Третье – прибыль аморальна. Опять, все, что связано с прогрессивными шкалами налогов, все, что связано с нормированием затрат, все, что связано с кучей-кучей всего того, что облагается от нуля, там, до тысячи процентов, да, это есть следствие вот этого шаблота, да. Прибыль аморальна. Прибыль, как вы все знаете, особенно в бизнесе, что, блин, нужно пахать для того, чтобы получить, в конце концов, это деньги. Это служение потребителем. Да, то есть это вот, если вы не будете служить, у вас прибыль будет ноль, либо будет минус, вы полетите. То есть это, так иначе, вот эта вот вещь, в австрийской школе она очень хорошо описана, что все предприниматели, так или иначе, отдают себя, свои идеи, свои реализации на суд потребителем. И они решают, ни чиновник, ни государство, ни там, ни суд, никто, собственно, что хорошо, что плохо. То есть это просто такая великолепная, демократическая штука, в которой ни с кем не договоришься, в которой никого не купишь. А если купишь временно, собственно, сюжет будет такой, что в следующем итоге, если ты будешь фальшивный, там, раз обманул, два обманул, три обманул, год обманул. Установка не только ни одного исторического примера, чтобы крупная века корпорация, там, не знаю, топ-500 мира была прибыльной, успешной на протяжении, там, 20-ти лет. Ну, просто не бывает. Поэтому тоже, а моральность плохо, хорошо, в отношении прибыли, это тоже гвоздь, которая сбивается пропагандистами и идеологами. Вот, и отсюда следует целый ряд инструментов, которые регулируют всю нашу деятельность. Я имею в виду предпринимательства. Вот, поэтому налог на прибыль, опять, изобретение социалистов, марксистов, которые думали, что равенство – это Бог. Вот равенство – это хорошо, давайте забирать 95% заработанного в мультимиллионеров, мы сами определили порог, что такое богатый человек, собственно, и вот сюда основания, когда разрушили их состояние. Вот, третий шаблон. Четвертый шаблон – труд источник ценности. Для тех, кто застрял на уровне Дава Смита или Маркса, этот тезис не является шаблоном. Те, которые не проспали в журналисту революции до середины 19 века, либо еще скалашков испанских гораздо раньше, либо еще других людей, которые во Франции работали до Смита, даже за 100-150 лет, совершенно нормально лечить туда, что прибыль, что труд не является источником ценности. Один из факторов, да, но не является источником ценности, является источником ценности, является суждение человека. Предпринимательство, труд, капитал, земля, что угодно, в принципе, вот такая восстановка трудовательной стоимости, которая лежит в основе браксизма, и опять-таки в основе теории эксплуатации, которая направлена против вас. Вы сволочи. То есть, если в Лукашенко сегодня люди говорили, что вы вшивы и плохи, или Путин говорит, что вы такие мрази, бандиты, или украинское правительство не говорит, что они тоже такие плохие, только потому, что сегодня тактически и политически невыгодны люди. Только и всего. В самом деле, они во всем доверие к трудоводческой стоимости, вот эта фундаментальная матрица или шаблон, мешает им понять, что люди, когда вы принимаете свою теорию стоимости, то вмешательство в рынок труда, в доходность, в прибыльность является естественным. Потому что вы можете объективно судить, сколько на что стоит, заменив свои суждения чиновники с суждениями, с суждениями людей, с с вами суждениями. То есть, сколько стоит, например, компьютер, робот, стул, это все является функцией действующего человека. Если вы считаете, что действующий человек в данной ситуации можно заменен государством, то получается, что государство берет на себя функции миллионов людей, делает более оптимально, умно, красиво, и в конце концов общество процветает. На самом деле, это вот есть фундаментальная подмена понятий, и в результате такой подмены невозможно вообще экономический расчет, пишет Мизис, и в результате этой ошибки происходит накопление ошибок, и в конце концов развал системы, текающие на себя последствия. То есть, вот, опять, мы не изучаем трудов, мировоззрительные вещи мы оставляем за кадром, мы идем на поводу каких-то, там, тиминутных тратических вещей, вот, и поэтому это вот очень опасно. Производители стремятся обогнуть потребителя. То есть, собственно, отсюда вот, наверное, прибыль аморально, и почему, какие последствия имеет этот шаблон? Сертификация, контрольные органы, регистрация чего-то там, все прочее. То есть, ты имеешь сразу же, получается, много всего, в том, что предприниматели делают нечего для того, чтобы побынуть. Что презумпция виновности человека экономически активна. Что ты предлагаешь, а где подвох? Вот. И это тоже, получается, эта матрица в основном экономической политике лежит, что есть другой подход, презумпция добропорядочности, презумпция невиновности, у тебя сразу же подает необходимость в наличии гигантского количества регуляторных актов, которые сегодня мы узнаем, начиная с 478-го до 234-й статьи Уголовного кодекса, и все-все-все. Правда иначе, рассмотрит лицензирование. Если лицензирование так иначе является источником того, что они стараются мануть, значит, есть чиновник, который пытается установить некие барьеры, чтобы минимизировать возможность обман. Особенно, если при помощи всего лишь один инструмент лицензирования, может другой инструмент быть, например, национализация. Это настолько важно, что только государства, только назначенные на них люди, услуги народа, могут, например, оказывать услуги, там, судебные, или производство гад, или производство оружия, или производство, не знаю, ботинок. И, скорее всего, из этого сразу меняется экономическая система. Понимаете, в фундаменте лежит вот эта матрица, или этот шаблон относительно греховодности производителя. Свободная конкуренция неизбежно заканчивается монополием. Следующие шаблоны. Вот мы с Леофеевичем недавно нас в примусе спорили, и кому интересно, послушайте, потому что у нас разговор как раз двух позиций. Вот. Мой аргумент очень простой. За всю историю человечества не было ни одного случая монополизации рынка без участия государства, частной компании. если вы можете меня проверить, то она проверится сейчас. То есть нет ни одного случая, когда бы некая компания, пользуясь исключительно рыночными инструментами, добивалась статуса монополии, как он написан в учебнике. Монополия – это структура, которая может поднимать цену, может ограничивать предложение, потому что она одна, потому что она сильная, потому что, собственно, ее вымирает. Исходя из этих двух четких понятных критерий, в мире есть только государственная монополия. Тогда, помните, Анджелика получила право на 15 произвести шоколад от короля, это была монополия, потому что только Анджелика могла этот шоколад произвести. Является ли монополией Google, который был оштрафован недавно евроэгрейской комиссии на 5 миллиардов долларов? Является. Почему? Ну, потому что он везде. Это корпорации. Шаблоны. Шаблоны. Это мы и говорим. Стандарт Дойл был шоколадом. Замечательно. Что ты сказал? Типичный, все началось дерьмо. Да, да, все оттуда. Именно оттуда. Потому что 1887 год акта торговли, 1890 год шоколадом акт. Все это подготовили конкуренты из Стандарт ДОО для того, чтобы впустить себя на рынок, предлагая более низкокачественной и дорогие продукты. Стандарт ДОО на протяжении 15 лет, до того, как он достиг там позиции 87% рынка, действительно много, да, он богатый человек был, он инвестировал гигантское количество денег в науку, он снизил цены там на все доступные энергетические товары там в разы, он ассортимент увеличил там беспрецедентно. То есть он был благом. Большой бизнес и большое зло это не одно и то же. И да, он был успешным. Знаешь, какой бизнес тогда был у Стандарт ДОО? Покупать стартапы. Приходит человек к трофейеру и говорит, слушай, у меня тут классная жизнь. И этот трофейер платил там 4 ценника за то, что, собственно, было на рынке для того, чтобы этого человека, собственно, следить. Поэтому вот эта вот интерпретация вот того, что это монополий на панаполе было именно вот, значит, основано на предположении, на такое механистическом, что доля рынка является основанием для того, чтобы назвать компанию монополий на панаполистом и рейдерпаницем. Ну давай, ну технически, чисто технически, он мог повлиять на цены? Подожди, подожди. Саша, не говорю, мог, это ты мог ее изнасиловать? Нет. Конечно мог, если бы это на панаполе может снизиться. Ты мог украсть. Мы говорим о науке, мы говорим о презумпции невиновности, мы говорим о фактах. Самое страшное вообще законодательство в теории, да, антимонополиное, потому что ты становишься преступником за то, что ты совершал, эти действия не были уголовно наказуемы и вообще наказуемы. Ты делал хороший маркетинг, ты делал хорошую кадровую политику, ты инвестировал в науку, ты делал, собственно, нормальный бизнес. Не твоя проблема, что другие этого не делали, это делали менее успешным. Ты вырос, ты стал большим, ты стал успешным. Вопросы всегда с монополией связаны, это как теория, да, то есть входишь в учебе, что такое монополия, что такое болезнь, что такое инфаркт. Идет описание четких симптомов, и все инфаркт. То самое здесь. Мы не можем выдумывать свои некие субъективные суждения на предмет того, что имеет четкое определение. Большой незначимый монополист. Мог ли стадердон препятствовать вхождению компании на рынок? Не было у него таких административных правовых инструментов. А экономические? Скупка железных дорог. Подожди, я вижу тут историческую некую провалку знаний, потому что ты как раз вступаешь на те пункты, по которым в истории очень много написано и доказано именно то, что подтверждает принципы свободной конкуренции. Значит, в отношении только один факт этой дороги, чтобы не углубляться в историю, есть такой предприниматель американский, который строил частную дорогу, которая была успешной, вместе с Transcontinental, вот в то время, использовал гораздо меньше денег, она была прибыльной, и не использовал ни копейки государственных денег. И одной из оснований людей, которые строили государственную дорогу, было то, что у нас сволочь очень успешно. Он нормально договаривался с индейцами, покупал землю, делал великолепные продукты, договаривался с производителями разных товаров. То есть он нормально праздничный человек. То есть, например, ты все видел, где-нибудь в небольшом поселке, хоть-нибудь там, не знаю, в Гомельской области, хорошая там залежь, и там парень сидит и говорит, блин, если бы у нас был транспорт, я бы мог заработать от них, и ты будешь заработать от них. Ты берешь деньги, берешь пендит, строишь дорогу от Витебска туда, частную, покупая землю по дороге. В это время, там, другие люди, плановики, американские, белорусские, они имеют значение, строят, жили дорогу, черт знает как и зачем, как в Японии, строят дорогу, никуда, или в Канаде. И в конце концов, когда ты построил, наши зарабатывают деньги, приходят тебе те парни, говорят, Саша, ты слишком успешен, ты монополист вообще. Тебя надо регулировать. Тебя можно зарегулировать до спирта. Собственно, что произошло, остальные долги разбили, с другими компаниями подобными, то есть я сделала книжка, именно описывающая все эти кейсы, как американцы, собственно, сделали это очень страшную ловушку для себя и для всего мира. Я к тому, что, опять, свободная конкуренция никогда не приводит к монополизму в классическом определении монофола. Может, да, использовать, например, Европу. Спорт по поводу Европы, сейчас очень у нас в Беларуси такой жёвкий, да, является монополистом и нужно его ограничивать, потому что он использует и свои инструменты влияние на поведение людей. Здесь картина не такая чёткая, как в Америке, с остальными долгами, или другими компаниями, с Microsoft или Google, да, здесь ситуация, когда я получил нерыночные преимущества в виде земли, нерыночные преимущества в виде безортирного ресурса, поэтому мы не можем сказать, что Европа является рыночной компанией, которая работает по законам рынка. А почему они не рыночные? Потому что, если кому-то возможно было получить землю бесплатно в центре города под инвестиционный проект, это не рыночный ресурс, это государственная поддержка. А малый бизнес, который у нас есть, такой возможности не имел. Соответственно, ты получаешь, ты сначала набрал, набрал, набрал вес, потом говоришь, вот этот сюжет в Дорожном Денистровье, когда там большая компания стала очень большой, а потом он говорит, хорошо, сегодня я использую такие инструменты рыночной конкуренции. Как? Я определяю, например, весь магазин, приходит большой поставщик и говорит, вы будете, я вам даю какой-то ассортимент, такие-то скидки, я бесплатно ввожу вас товар, я вас где-то могу рекламировать, но вывод в этом пространстве мои конкурентов не ставить. Это рыночное поведение? Конечно. Конечно. Вот. Это рыночное поведение, потому что он мне, он мой правый, ты можешь отказаться, как стоит ли магазин, а правильно, что тебе выгодишь, где ты будешь заработать. Раньше строить другой магазин, продавать по другим условиям. Совершенно нормально. Есть, например, человек говорит, что я, давайте, нашли какую-нибудь налоговую проверку и все прочее, для той компании, потому что там какие-то лучше условия, лучше товар, разнообразие там, это совершенно другое суть. Например, кому из розницы выгодно, например, ассортиментное телечное? Нет. А, нет. Выгодно. Выгодно, конечно. Не может существовать институт, в котором мы уговоримся столько лет, чтобы не было никому выгодно. Ну, конечно же, за ним кто-то стоит. Кто стоит за администрацией за секретной переченью? Бокалей. Бокалей. То есть так и иначе те люди, которые работают с товарами, не могут продаваться на некаком режиме. Вот и все. А все остальные адаптируются. Например, издержки секретных перечень для больших ритейлеров они, а для малых ритейлеров убийственные. Это как издержки юридического обеспечения и налогового консультирования. Если там какой-нибудь Уоррен Баффет или Билл Гейт, ему там поплевать, что он тратит пару миллионов долларов на адвокатов, на юсти. Попробуй ты, будучи малым бизнесом, доплатить большие деньги, судясь, не знаю, с какими-нибудь большими субъектами. Ты можешь, даже если ты прав, просто издержки, которые нужно чуть-чуть на карманах покрывать. Один случай, когда вот я писал об этом в совет продавить предпринимательство, парень, который обвинили в том, что у вложебного предпринимательства что-то такое там по статье он пошел, ему дали штраф 5 миллионов долларов, вот, суд, причем он вошел в компанию с канцликсбанком, парень за полтора года ему дали за убытки всего периода, вот, и говорит, единственное, почему он ей подал апелляцию, это 10 процентов от суммы, да, у него такие деньги постоянно. Да, он может доказать, ну, собственно, вот этот барьер, который был, и он не смог ничего с этим сделать. Ну, так или иначе, если вы не можете привести ни одного примера в мире, там, не приходит вам науку, то, что является вот признаки 2, цена и сортимент. Еще можно добавить, например, еще такое очень популярное начало, что большие компании скупают технологии, поэтому нет промесов. фармацевтика, энергетика, и все прочее. Пример, студию мы знаем. Ну, когда мы не на уровне того, ой, там, кто-то купил патент, да, но если патент купил, это его собственность. В чем проблема с собственностью? Есть, вот я купил, все, вот у нее, что я хочу тут делать, когда я хочу торговать, это же опять-таки, как это Google сейчас сказали, ты должен не устанавливать на смартфон поисковик, а дать право выбора самому, блин, мой продукт. Я не блокирую других, я просто вот устанавливаю, там опция есть очень, там, где два кликает, все устанавливает в другой поисковик. Почему должно быть нарушение? Да, да. Когда, по-кому, раздельный тормозок? К тому все идет, к тому все идет. Я надеюсь, Джеб Безос будет, он абсолютно четко, он там такой, я Джеба Безос заслужил, когда он был еще небольшим руководителем электронного магазина, где-то в начале 2000-х в Америке, да, он абсолютно такой либертарианец с конклассными взглядами, он говорит, я вышел по нему выступать перед нами, я вообще не понимаю, почему покупают мои книги, я там в глубоких убытках сижу, а люди, сидят, эти фонды богатства, на тебе миллиард, на тебе миллиард развивается. Сколько-то вера была в концепцию, может что-то получилось. Но опять, это вот одно из, поверьте, самых фундаментальных экономических заблуждений, мифов в современной иной науке. Причем я не говорю только о Беларуси, это мировое, где вы будете, точно так уже выступал бы в мей-стриме аудитории перед МВФ, в Украине, в России, Европе, потому что решения, которые принимаются, они принимаются нормативными. Я чувствую, что общественное обладание было бы больше, если бы, например, Google делал это именно так. А если, например, какие-то европейские разработчики хотят на софт взяться из бюджета европейского средства 20 миллиардов долларов, что, собственно, будет последовать? Это совершенно другой сюжет. Вот. Это не все матрицы. Следующая матрица, шаблон, деньги слишком важны, чтобы доверить изготовления частникам. Вот. Поэтому, это такой политически важный сюжет, как мы будем против частных денег, и за то, чтобы в каждой Конституции была статья о том, что деньги государства являются монопольными собственниками или производителями платежных средств, белорусского является источником монопольной или, значит, платежным средством монопольной территории Республики Беларусь, ментальная ловушка абсолютно. Деньги были частными испокон веков, тысячи лет. Все успешные примеры стабильных денег были частные деньги. Все. Без исключения. Сравнение по инфляции, сравнение по девалюации, сравнение по любым параметрам, где дают фору частным денег вот на столько, да и все остальное. Но почему-то вот чиновники сказали, причем это вот ФРС, это все все центральные банки это настолько выгодно классу, бюрократам, распорителям чужого, что они готовы инвестировать в тысячу академиков, ученых, докторов наук, чтобы они сказали, что все в принципе согласен, идиоты. То, что они успешно делают. То есть все манистры школы, там, в Америке, в Брохве, они собственно придерживаются, потому что никто не знает это сомнение центральный банк. Все говорят, ну хорошо, если будут коины, мы просто возьмем, начнем выпускать коины, но это будут государственные коины, а не какие-нибудь там частные, потому что частники опять-таки не могут злоупотреблять своим статусом, потому что жадные, потому что ориентированы на прибыль, а мы все возвращаемся к предыдущим шаблонам добрые, честные, порядочные ответственности. Следующая вещь, шаблон экономической власти, родополитической власти, опять то, что мы говорим, здесь он большой, автоматически означает, что он влияет на полиси, он не влияет на характер понимаемых законов, если есть законы, и странные так, что не зачитать человеку два взятку, нет инструмента лицензирования, нет инструмента покупки валюты, тысячи других вещей, то просто совершенно четко идет отделение. Мы все, даже наши для нас друзья говорим, они жестко следят за тем, чтобы было отделение церкви от государства. И абсолютно правда. начнется какая-то клерикизация, это будет война, не сразу в год, по крайней мере, сразу начнут какие-то вопросы появляются, какое-то напряжение появляется в системе. То же самое здесь. Матильда, яркий крикер. Да, 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 да. Ну только еще, начало к клирикизации, давно, но с точки зрения этого, у нас вот большая компания, которая, например, кто у нас такой? Ну, Савушкин, да? Большой. Монополист, может ли Савушкин имеет какую-то политическую власть? То есть, есть водоработа у нас 40, свободного рынка? Нет. То же самое, конкурируешь с пищепроизводителями, с поляками, не знаю, с литовцами, с Савушкиным, с Игоревым продуктом, с Бабушкиным рынком, с молочным миром, куча всего. И мы, собственно, сами выбираем, кто хороший, кто плохой. Совершенно понятная вещь. Когда ты отождествляешь эти две вещи, сразу появляется соблазн регулировать экономическую власть, чтобы политическая власть была у тебя как бы нейтральной и представляла интересность всего народу. Тоже вещь очень-очень одна. Вот. Чиновник действует вреда общественного блага, некое общественное благо, которое, собственно, они сами себя рисуют, потому что параметры общественного блага меняются каждый день, в зависимости от региона, от состава чиновника и все прочее. Что общественная благо ни кто не знает. Небо на конституции мира она не прописана. За что они ванюют? Потому что получается так, что знак равенства ставится между общественным благом и корпоративным интересом, личным интересом, региональным интересом. Кто пролоббировал Рошанский район? Да. Зачем? Почему Рошанский и Шиловский районы, за которые должны платить все остальные 170 районов? На каком значении? Нет, подожди, я говорю, что здесь общественное благо. Мы говорим, что инвестиции туда являются инвестициями в наше общественное благо. Там же есть обознавание. Обознавание просто. Давайте посмотрим на этих районах, как они пойдут, а потом и оставим вещи. Конечно. Но это типа как алкоголь. В 20 лет. В 20 лет в район увеличится сельское население. Конечно, конечно. Я тому, что вы объясняли в Киеве, воспроизводите замечательно. Да. Замечательно. Просто я просто говорю, что шаблон заключается в том, что это осознависление несуществующих людей определенных понятий общественного благо. То есть ты говоришь, это нечто, вот Франкенштейн, понимаешь, которого нет в природе, но все представляют свой подмышленный. У каждого свое представление общественного благо. У Лёши свой, у Никиты свой, у Лёня свой. И все. И когда ты начинаешь на уровне законно это прописывать, закон представляет собой не это некое объективное такое мерило, которое прочитал школьник из образования, прочитал профессор, и все поняли на одинаковое. Понятие общественного благо принимается, там, не пятьдесят оттенков седров, да, а девять с половиной миллионов смыслов для Республики Беларусь. Вот, собственно, в чем проблема. Своё национальное, значит, кто тогда, получается, в выигрыше от такого интерпретарского положения? Интерпретаторы, раз, и те люди, которые имеют инструменты влияния, силового влияния в том числе на людей. Коллеги будут там говорить про развитие гражданского общества, союзом и комбинатом. Говорят, слушайте, Валерий Николаевич, это не общественное благо. Общественное благо – это очередной табачный завод, фабрика табачная. Это очередной калийный комбинат за кредиты китайцев на два с половиной миллиарда долларов, да. То есть и всё. Говорят, и там, покажут здесь передач про… Про агент станцию. Про агент станцию. Так вот написано, что Валерий Николаевич Корядник, он думает про свою личную выгоду, в то время как мы думаем про общественное благо. Поедем – поедим. Да, да. Очередная матрица, которая дается бизнесом, вызывает отражение. Потому что, когда государство может заниматься бизнесным шаблоном, это вот отсюда тоже. То есть государство функции, зачем оно нам нужно. Коммерческая деятельность – это исключительно прерогатива частных лиц. Если вы считаете, что государство должно заниматься, может заниматься бизнесом, а чиновники говорят, мы же, нам не запрещено, мы же такие же хивы предприниматели. Поэтому мы занимаемся. Опять-таки мы возвращаемся к коммерционалу государства. Зачем мы его сделать? Потому что, если оно Богом данное – это один сюжет. Тогда он, конечно, может сделать все, что угодно. А если мы создали агентство для того, чтобы нам было безопасно, комфортно, по дорогам – это совершенно другой сюжет. Но здесь вот это вот… Почему мы наставим в том, чтобы не было конфликтов интересов, и чтобы положение о том, чтобы министерство не управляли, не делали бизнес через свои подставные компании. Даже не подставные, а просто те, которые не учреждали. Потому что есть жесточайшие сюжеты, связанные с доупотреблением, монопольных или церковных ситуаций, разного рода услуги. И, наконец-то, это уже там такой личный, персональный, что ли, шаплон, что нам кто-то должен быть. Человек рождается, и гражданин мне должен быть. Кто тебе должен? Почему до должны? В каком режиме должны? То есть ты живешь, и ты думаешь, время будет на будущее, там на пенсиях будет, мне должны бесплатно образование, мы должны бесплатно здравоохранение, мне должны то, мне должны все. А где вопрос, который всегда некорректно задавал Айн Рент? За чей счет? Вот как раз-таки первый вопрос, и вот этот вопрос. Я за это заплатил налогами, и, пожалуйста, отработайте мне это. Никита, тебе легко представят люди, которые считают, что общественное благо… Они общественное благодетели, калькуляцию, они потратили свои деньги. Совершенно другие вещи. На инновационное развитие, на… Сейчас я вам покажу проекты… Я вам еще проекты… Сюжет. Надо сделать продукции питания доступнее для населения, поэтому мы не будем продавать и ликвидировать Белков Союз, это хорошая структура. Тезис. В столице сидят два дома в неком забитом селе, а? И старушки сидят. Конечно, им хочется хлебушка там, еще что-нибудь. Логично. И вот, используясь вот этими вот такими аршументами, они эмоционально подталкивают нас принять очень сложные решения. За это Белков Союз получает гигантское количество в год. В самых разнообразных. И потом, смотри, читаешь проверку комитета госконтроля Белков Союза, и там все нарушения, за которые, наверное, упрятали бы весь частный бизнес за решетку на 15 лет. Самые высокие цены? Самая, самая филарная, самая там черная. И бабушки, это малая ассортивная. Используемые продукты. Да? Да, когда ты делаешь такое невыгодное, как товарик на поверь. Ну, то это как-то бедность, да, это такой федоризм, что надо доверить. Ты это пропустил, а то, что национальная лучшая реализация. А, сейчас скажу. Ну, да вот, как бы, исходя из импортозамещения сразу получается, дополнительные импортные пошлины, с другой режимом воза импортных товаров, вот, Белджи, все-все-все, сейчас мы об этом будем говорить. Вот, поэтому здесь тоже самое, когда вы исходите из положения, а, нет, извините, когда вы приходите из положения, что тебе никто не должен, у тебя есть семья, у тебя есть друзья, у тебя есть сеть людей, с которыми ты обмениваешься каталогичными ценностями, вот, и вот ты над них можешь полагаться, потому что, на самом деле, ну, это как бы, дружба, любовь, какое-то понятие, там, взаимнообмена ценностей, вот, собственно, что важно. А, когда ты считаешь, что там, вот, я, я гражданин, поэтому, там, как в Голландии, вот, у них это же сюжет есть, да, ты родился, ты сразу там, пятьсот евро, все равно меньше, вообще, ты не можешь никогда. Вопрос, безусловно, дохода еще на другой, вот, тем. Но, опять, вот, это вот, ментальный блок, вот, вот здесь, да, который оправдывает многие те шаблоны, которые, я упомянул лучше. 10 самых вредных заимствований западных. То есть, это вот, самые вредные заимствования, которые есть в нашей стране, в России, в Украине, это не наши. Не делайте гениями белорусских, или, там, украинских, или постсоветских ученых, потому что они просто слепое copy-paste, или извращение того, что сделали нам. Я не знаю, ни одного оригинального института в нашей стране, которое бы придумали бы нашими учеными, докторами, и так далее. А? А? Это не я. Я сказал, что это не важно. А это, это, это шнобелевскую премию, да? Причем, подождите, это, 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 это не белорусская истика, правильно? То есть, монополия на деньги, это все не от нас, это ФРС, это не мы, это не белорусы, не россияне, да? Причем, российский рубей, когда еще был, вот, и ФРС начали на миорозию этой системы, правильно? Потом все подхватили. Модель welfare state, это все исключительно американские, европейские ученые, вся теоретическая база, импортозамещение, регулирование цен, квотирование, сертификация, поддержка новых производств, поддержка традиционных производств, локомотивы роста, все оттуда. Читаешь учебники, просто вот, которые советуют нашим полисимейкерам, вот, это те люди, которые читали перерывные учебники 50-60-х годов, и предлагают нам эту матрицу в качестве основного, там, прорывного, где-то, вот это просто такой, идеологическая, теоретическая диверсия, которая совершается, и ученые должны просто взять, вот, просто поставить, представляете, приходит к вам и говорит, там, вот вам, замечательный компьютер IBM 386, купите его, это будет классный продукт на 2021 год. Вот, то же самое, причем, от одного взятого компьютера никогда не будет такой вреда, как от моделей, которые ты взял, и она исказила вообще всю страну, там, потенциал, на десятилетия вперед. Налог на прибыль. Абсолютно западный запятитель. НДС. Абсолютно западный запятитель. То есть те инструменты, которые, вот ты берешь, потом и начинаешь, просто все полностью искажают свою экономику. Старственная медицина, образование, пенсионное обеспечение. Писмарк. Знаешь, я вот сейчас в дискурсе отношения вообще пенсионной реформы в России, меня просто ну смеши. Даже в эстетиках, так называемых там, либералов. Так называемых, потому что, на самом деле, они предлагают решения, не имеющие ничего общего с расширением свободы, выбора человека. Не то я нигде не слышал, что бы там. Особенно мне нравится, когда нам вообще эти дебретарианцев еще называют. Глазина показывает, да. Это будет еще, я не знаю почему, но сейчас начинается вот такая атака на вот именно либералов, они уже исказили полностью. Сейчас нужно назначить два-три дебретарианцев в России, и вот, собственно, будет финист. Назар такой, если я у Жени спрашивал, я где-то парня видел, на которых инференции мы пересекались. Да, молодой, там вещи привезли, лучше говорить, чем многие из них, пенсионный возраст реформы, оправдывая мой, без того, чтобы ликвидировать монополию, это просто, конечно же, ни в какие ворота не годится. Регулирование цен. Ну, это вот, опять, книжки, есть такая книжка, 5000 лет регулирования цен. 5000 лет. И там есть разные цивилизации, разные эпохи, разные там редники, все, все приходило к одному и тому. Ты же, например, ради социальной защиты предельные цены, да, чтобы бедные могли купить хлеб, там еще что-нибудь. И наступает большее, наступает искажение. Наступает минимальная цена, для того, чтобы поддержать экспортеров, наступает тоже искажение. Вот и все. Просто, нет никакой золотой середины, абсолютно никогда не было. Поэтому, особенно для малой страны, как мы. Вообще, понять, ценообразование, цено-регулирование, это должно быть навсегда уйти, как бы, из нашего, вообще, полисе-мейкера и вообще дискуссии. Конфлик-интересы органов управления. Опять-таки, мой любимый пример, какой, скажем, самый популярный орган управления в Америке был на протяжении там Сталин последний раз? Налоговые. Нет. Орган популярный в Америке. Почему? Потому что этот орган делал только одно задание, только то, что надо было делать, и у него не было конфликта интересов. Он не занимался бизнесом, не занимался коммерцией. У него не было потоков, которые можно было извратить его деятельностью. Ну, подумайте. Это то, что нужно всем нам без ограничений. Сто процентов людей с этим сталкиваются, теоретически могут столкнуться. Поэтому вот эта угроза, из которого этот орган создан ну какая это? Пожарники. Пожарники. Были великолепными ребятами, потому что кроме этого они кроме пожаров они больше ничем не занимались. Но потом они где-то в 70-е годы начали им дать еще там заготовку леса, продажу того, что его вырезают, и популярность пожарной службы пошла вниз. Потому что получился конфликт. Не так иначе в миссии, в миссии, в миссии с лесного хозяйства. То же самое. С одной стороны, оборудование должно регулировать, заниматься экологией и все прочим. Одновременно это крупнейший бизнесмен. На этом все и получается как-то интересно. Опять, это не мы придумали. Мы придумали, что бизнесом должны заниматься только частные люди из госструктуры. Это придумали вот там, в Европе и в Америке. Тарифный и не тарифный инструмент. Регулирование полно. Тарговая война просто известна. Минимальная заработная плата, можно писать, гигантское количество работ, опять, когда показывают, что минимальная заработная плата является источником безработицы. Важно, на каком уровне установлены. У нас это не имеет никакого значения, потому что она гораздо ниже уровня рынка, и все думают, в этом никакой опасности нет. Попробуйте, например, назначить минимальную заработную плату в 500 долларов. Вот запрещено будет нанимать людей на работу с зарплатой меньше 500 долларов. Что будет на рынке труда? Большое нормальное будет. Решен платить. Решен платить. Решен платить. Правильно. Вот, сразу начнешь возвращаться. Мы же, мы гораздо изворотливее, чем американцы, чем европейцы в этом плане, потому что нас всю жизнь имели, поэтому мы хотим тоже поймем. Когда некуда стабильнее. Мы здесь нас имели, а мы пытались уклониться. Вот. И поэтому здесь вот опять-таки закон рынка точно такой же. Минимальная заработная плата это тоже ценорегулирование. Минимальная максимальная процентная ставка это тоже регулирование цен. Все факторы производства. все один закон. Неизбежность, логика, как пьявки какие-нибудь, или там не знаю, водорожник, не знаю, самые такие большие шаманские вещи можно себе придумать, да? Которые там столетиями тусуются в мозгах людей. И они в этом верят. Тоже самое с ценой. Это настолько непонимание природы цены, что цена является следствием суждений людей, и как если даешь возможность им судить именно так, или забираешь полномочия, все вот поэтому сюжет. Россия борется с западом и стала жертвой вредных институтов. Так не парадоксально. Тогда я говорю, я вам напоминаю, что в 2003-2004 году, когда Олег Николаевич выступал с ними, я говорю, давайте создавал России золотой стандарт, чтобы, если вы так не любите завтра, ну так сделайте, будет вам слава, будет вам только сделать, и не вы сделаете, не странный банк сделать, а золотой стандарт. Это делают частные люди, дайте возможность сделать. Вот. Ну, конечно, мне это поймёт. Причём вот сейчас это вот, я слышал уже, там, лет десять слышу, возможность золотого динара, золотого руаня, и золотого ещё чего-то. То есть, грубо говоря, если фонды там имеют двенадцать тысяч тонн, там, пятнадцать тысяч тонн золота, понятное дело, что это может быть основой для очень хорошей денежной единицы, которая может применять совершенно разная форма, может быть привязана, там, значит, золото лежит, там, в какой-нибудь замечательной штуке, да, а бумажки ходят совершенно спокойно в разной форме электронной кучки. Поэтому здесь вот, когда вот нашему Александр Ильичу сказать, что, слушайте, вы наелись, отравились западными, там, отрыжками, да, он не поверит. А это абсолютно так. Он скажет, что он историк, поэтому он не верит. Ну, он может сказать, что он ещё аграрий, ещё что-то, я скажу, мы же сами одни книжки читали, и всё, всё будет нормально. Они очень любят, они очень любят. Да, помните, прежде чем стать богатым, Запад наелся интервенционизм. Страны, которые просто довели до какого-то иступления вот это большое государство, это, например, пример исторический, когда страна была сначала свободной рыночной, капиталистической, потом она, о, вот те шаблоны начали исходить в политике, и в конце концов превратилась в страну банкротную. исторически, вы все знаете, буквально на нашем декуке, не, ну, она ещё падает, темнее, всё тогда была, ну, а сейчас тогда вообще-то, клэш вообще этой страны, развал полный. Помните Британия, Dutection? Да. Британия Dutection, страна, которая на самом деле уже всё, она уже была на грани там, не знаю, кризиса, революции статистической, и просто они наелись, всё сказали, всё, мы этого уже не хотим, вот женщина в то время, консерватор в то время, Гордж-Актеры, причём все эти вот вещи, которые, шаблон я вам говорил, всё там использовалось по полной программе. Вот и получилось. Кофе нет, да? То же самое Новозеландия. Новозеландия 50-е годы, самая богатая страна мира, подчёркиваю, мира. Всё, что было, 30 лет экспериментации, экспериментов с большим государством, привело их к банкротству в 86-м году, опять пришли левые политики, и начали великолепно левые планы. Аргентина, начало 20-го века, пример самой богатой страны в мире того времени, пришли интервенциалисты, специалисты, довели её до состояния чёрных полковников, до упадка, последние 20 лет, добивая страну МВФ с Сибирным банком. Слабость элит, которая показывает, что они не могут противостоять ничего этому синтетическому и директальному нашествию. Ничего, там есть банальные вещи, я знаю ребят с Аргентины, там мозговые центры, они пытаются влиять, но там просто кошмар. Одно от других, Бразилия даже. Или взять Куба, правильно. То есть страны, которые были, каком-то уровне Китай, есть такое самое популярное изучение, если бы инопланетяне прилетели на Землю в 1500 году, как бы они прогнозировали развитие цивилизации на Земле, через 500 лет? Всё было бы китайское, потому что Китай был вообще супер пау. Всё было бы китайское, и изобретение, и всё, что мы начали проводить политику, там, экс-люзи. Расти, грубо говоря, вот, собственно, и цикл. Поэтому вот, надо понять, что, когда мы думаем, что, о, давайте мы с этим, давайте с этим, да ты изучи, что люди остальные сделали на протяжении экономической истории, и увидеть, что если у них не получилось, почему ты должен привести в железобетонные аргументы, и почему в Беларуси должна получиться. Что железобетонные аргументы, которые я слышал, когда мы спорили в отношении точек роста, там, полной локомотивности, в Минэкономике, буквально там, год назад, да, вы знаете, вы занимались, там, полностью провалены, вы занимались, там, полностью провалены. Почему вы думаете, что в 2020-м у вас получится? У нас мощнее компьютер. Идиоты. Я когда-то слышу, что быстрее провалится. И я, да, а, 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 ну, как можно, что с этим человеком говорить? Ты говоришь про теорию, про экономическую историю, а мы тебе про компьютер. что с этим человеком говорить? Может, он робот же сушится? Вот. Люди, это фактор, как бы, это фактор экономической истории, фактор, холодный, да, потому что люди готовы жертвовать свободой ради безопасности и чарки и шмарки. То есть, они считают почему-то, что если не будет такого гигантского государства, то они будут голодными. То есть, если в Советском Союзе люди не были голодными, схема гораздо более жесткая, там, не знаю, ограничение свободы, нету ни одного. Беларуси никогда в истории не голодают. Никогда. Мы никогда голодать не будем, если там не будет полпот какой-нибудь, если будет каких-то идиотов, банда, которая просто будет ненавидеть нас всех. И то мы, наверное, на каком-то этапе, наверное, что-то сделаем. Грибок ему подсюда, там, через робота-помощницы, да. Вот. И все. Вот когда ты начинаешь говорить про какие-то эти... Когда, вот, говорю, нас всех бизнесеров надо отправить в Уолмат американский, чтобы посмотреть ценное продовольство. И чтобы они сравнили, сколько они могут купить даже на свою мизерную пенсию, продуктов питания там, и у нас наша регулированная замечательная станет террором. И больше ничего не надо говорить. Что будет просто разрыв шаблона. Здесь совершенно классный сюжет, когда там, какого-то там такого жесткого ставил против футинского пенсионера направили в Америку, да, который ставил против Америки, но направили его вот поеду, месяц, эксперимент такой. Он ходил, везде, смотрел, как производство... А, аграрник, аграрник, аферник. Когда, до конца уже приехал, ну, видом, печаль у мужика просто колоссально. То есть он, вид столкнулся, он был пропагандистский там, на одной волне, он видел реальность, причем такой вот, куда проще туда ездить, вот туда, вот в такой аферник. А мгновенно люди с ним делись, информация. И оказалось, что просто человек, знаете, как, слезы того, что тебя обманывали всю жизнь. Вот, вот, начало. Поэтому здесь тоже самое. Начало, пошло. Это необъяснимо, на уровне каких-то эмоций. Не знаю, как противостоять, там, вот, каким-то, не знаю, образами, не знаю, фольклора, семьи, со всего года. Почему, например, я говорю, вот, у нас там, жили в поселке, у нас никто даже замки на дверь не закладывал. Не было замков, офига замки. Так переложил, чтобы не формировали, чтобы у тебя нету долга. И все. Это была система безопасности, вот, вот, нормальная, хорошая, комфортность. Да? Почему-то, как это поменяется, если у нас будет другая система. Люди и на Западе любят халяву. Это абсолютно универсальная вещь. Если вы создадите люди в условиях для получения халявы, медленно, медленно это халявы подразделять силы. Фидеры провели эксперимент с безусловным доходом, вы знаете, отказались от него уже, потому что они думали так, это будет стимулировать людей снимать на движение при поисках работы. Уфига. Тогда получается штуку в евро, да, и там, по-моему, даже больше времени. Зачем вам что-то делать? Сидишь, я творче, на творческом полете. Вот эта девушка, которую вы вчера видели по поводу собеседования на работе. А обратный фиг швейцарцы уже, по-моему, пять раз на референдуме голосовали против этого. Число, конечно, растет, да, богатое швейцарие, потому что это эрозия культуры, трудолюбия, достижения, автоматически наступает. И сколько, опять, как только американцы реализовали получение этих карточек на продовольствие, число их было там 18 миллионов, стало 50 миллионов. Сейчас храм поменял условия, там нужно просто доказывать, чтобы работу, число сократилось, по-моему, уже на 15 минут. То есть, все в руках, это все мотивы, на которые вы двигаете. Халява всегда манит. Причем, это просто время, например, для того, чтобы какой-нибудь фин, швед или доброчистивый голландец не не через день, не через месяц, через год, он однозначно наберется по-моему. и будет такой а-а-а-а, это мое. 10 самых вредных заинствований системы совоку сплата. Собственно, я про это много говорить не буду, потому что вы, наверное, у нас государство все, детекарное государство. Поражение мозга равенством, у нас все было двоими равенствами, доходы, потребления, образ жизни одинаковые. Это в школу приходишь, все в одинаковых таких формочках, финалы одинаковые. То есть, все, собственно, должно было как казалось. Централизованное планирование. Вот это вот важно, заметить, да, что недавно Лукашенко воспроизвел Маша, МГЗ, то есть, он отождествил существование республики Беларусь, существование коммерческих организаций. Вне зависимости от того, что они делают, успешно ли применяют, успешно, в том, что импуляционно они большие. Одно дело, важно сохранять бренды, где сомнения, это хорошо, но ставить на крайность между, даже вот, помните, была такая компания, уже есть еще компания, General Electric. Да. Все это было номер один во всех критиках было. И что она сейчас? Она проиграла конкуренцию тем, которые, они поняли, совершенно другие технологические траницы. И все, значит, пытается помнить. смотришь, например, Шкода в Чехии или Вольво в Голубе? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот. И поэтому, когда у тебя есть такие затыки в голове, да, конечно, они, конечно, очень мешают, принимать в Голубе. Абсолютно верно. Вольво продали китайцам. Мы не продадим Вольво, мы не продадим ФДЗ, потому что это наше все. Шведы продали Вольво китайцам, которые великолепно обложили деньги и сделали супер классный проект. Причем, говорят, что в Китае Вольво еще лучше, чем собирая сборка Вольво. Вот супер подход. Причем, это тоже был такой сюжет национальный. Национальный свои. Вот, собственно, все, что плюс демократическую патологию мы оттуда поменяем, партия сильная рука, наш мудрый рулевой, и опять-таки отождествление, обождествление, все это дело. Ну, а, понятное дело, вы опять-таки по себя думаем, мы добрые, щедрые, честные, справедливые, а не на западе негров ничего. Вот, собственно, тоже такой дискурс, который больше нам так же продать, если даже взять эту систему, то это аморальная, безуховная, там, циничная, вот. А если смотрите, просто в раздатках есть такой индекс щедрости, да? Индекс щедрости, который говорит, сколько люди тратят денег, времени, внимания на помощь незнакомцам. Незнакомцам. Беларусь в составе, там, и Россия, Украина, Польша, даже Литва, в составе самых, значит, жадных стран. Самые жадные страны. То есть мы считаем, что мы такие, ох, душа на распадшую пизина. Абсолютно, совершенно, то есть это опять, я думаю, из-за того, что мы не понимаем эти вот... В смысле, что вы жадные? Да, мы не жадные, это мои. Квинтэссенция. Думал Бог, что должно быть квинтэссенцией нашей политики, нашего отношения, потому что это совершенно потрясающий сюжет. Абсолютная, вред, вот, если взять, один слайд сделать, во всех школах, во всех университетах, его показывать. Потому что, в этом всё. Первое, инновации. То есть, это учёные дали деньги на инновации, да? Эти инновации должен был рассчитать, оценить органы госуправления, насколько эта перспективность соответствует общественному благу. Второе, камень по гигантским, булыжник, благород, как это такое с контроля, академия наук, Минэкономики, которые должны были ценить те проекты, которые, на самом деле, нам полезны. Потом идёт, там, там, морали, здравоохранения, и всего прочего. И вот, академия наук сделала академическое, винно-фруктовое ягодное, натуральное столовое полусладкое вино, это было, грубо говоря, да? которое на наши самые деньги поступает в магазины вот под таким лаймом, причём оно абсолютно реальность. Это правда. Ты ещё прочитай, кто разработчик? Да. Научно-практический центр национальной жизни. республиканское унитарное предприятие, сначала РУК. Ну РУК, да, ну да, ну да, Предприятие, это вот предприятие того, как инновационная, инвестиционная, бюджетная, социальная политика в одной бутылке. В одной бутылке. В одной бутылке. Маленькое оболнение. Мы сотрудничали с Толочинским комбинатом, который это вот выпускает, это на его базе, делаем бизнес-план, и вот они сейчас запустили линию соков. Соки у них продаются, ну никак не продаются. Я предложил, давайте мы вам сделаем исследование рынка, маркетинговый аудит. «Нет, нам надо, чтобы заставили по предоплате торговую организацию нас брать, в Советском Союзе было все хорошо, цены были установлены сверху, а вот они, сфолочи, не берут нас, берут другие сфолки, они негодяи, этот евроук вообще заелся, и мы должны его заставить на место». Нет, при этом, пять, подтверждение абсурдности всего этого подхода, то есть сам рулен в возрасте, да. Вот, помните, когда Колтовича назначили министром сделать орган, говорит, большая главная задача делать единое экономическое пространство в Гераруси. Вдумайте. Да, госрегулирование. Чтобы, грубо говоря, товары с Толочино, да, то есть в Толоческом районе могли подаваться, то есть сюда могли поступать другие товары, не только Толоческий производитель. Вот, собственно, ассортиментный перечень – это манно-небесное для такого рода производителя. Всё. То есть в одной бутылке вся наша экономическая полиция. Всё. От начала до конца. И здоровье, здравоохранение – мы не будем поить наших населения там некачественными продуктами. А это что? Да, всё же, я говорю, это качественный. Качественный. Качественный, да, два года перечинировать. Качественный, абсолютно качественный. Согласен. Просто, почему налогоплательщики, да, смотрите, мы говорим про то, где найти деньги для воспитателей сам, где найти деньги для учителей, где найти деньги для санитаров, которые получают деньги. И будем поддерживать это говно, грубо говоря, это вредный яд, это просто кошмар. Так это убивает мир. Конечно. Именно. Я же говорю, расходы на здравоохранение у нас же, как из общего кармана. Это ты не понимаешь. Вот, знаете, в России есть такое, бомбить вороне. Знаете, что это сразу значит? Контрсанкции. Лёв, Жень, скажи. Да. Когда сам с другого стреляешь, то я спросил, в качестве реакции на происки... Это вот, грубо говоря, они ввели санкции против чиновников, а мы начнем запретить доступ россиян к качественным продуктам питаниям. Или как? Да и свои, чтобы чужие боялись. Нет, реакция. На счастье себе еще больше ущерба. Надо просто придумать наш город. Я сначала клише уже из дюйма написал, потому что потом была бы идея там, бомбить не так же. Что? Ну, это опасно. Ну, это опасно, а потом бомбить... Чашень. 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 Вот, нахрен. Жен предпринимательство. Абсолютно концепция работы против страны. Просто абсолютно. Да? Презупция виновности частного производителя. Безумно. Законы задних числовых. Причем это столько вещей. Практика национализации. Работы. Сеть магазинов конфискают. Унизительная личная собственность. Корректировка таможенной стоимости товара. Мы об этом говорим. Вот это вот то, что говорим. И про замещение. Видите? Арматура для слинного бычка. 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 Белорусская атомная станция. Строим не представляю. Зачем мы ее строим. Вообще. То есть традиция. Десять миллионов долларов никуда. Это абсурд. У нас будет избытик или которые в России. Ну так нет. А дальше самое интересное. Хорошо. Будем ли мы получать покупательную энергию на 5 центов киловатчата? Нет. Будем за хуже. Нет. По тринадцать будем с вами. Знаешь, что называется такое, чтобы спонтать экономические инструменты выдавливания из человека совка. Чтобы вы наконец начали думать в категориях не матрицы, не шаблонов, а просто науки. То есть все сложилось. Чтобы в России бомбить Воронеж, в Белоруссии настроить АЭС. Нет. Так давно. У нас таких бомбить Воронеж у нас нафига. И у них нафига. У них нафига. Представляем в этом примере. Вот. Значит, плата за аренду землянного участка, доведение валового показателя, который искажает все на свете, бюджет на планирование штрафов. Причем, сколько мы не бились, сколько мы не бились, люди не искажают тебе это, хоть ты сдохну. Куда? Иные рассоли поставьте. Сколько не планируете вообще? Это же должны быть копейки. Нет. Надо всем органам госуправления довести, теперь реально, чтобы не собрали. Абсурдная ситуация. Приходит проверяющий, говорит, понимаю, что вы хорошо работаете, но заплатите, потому что... Хоть что-то. Хоть что-то. И вот это... Потому что вот есть тупое совершенно это вот стреляние в ногу в чашную. Туниянцы. Запрет на увольнение работника без решения исполкомов. То же самое то, что вообще король из рынка труда. Государство в рознице. Вот я не знаю там, зачем оно в рознице, не понимаю. Помните, был такой сюжет, в Минске создали сеть, как это, Дердилов. Да. А сейчас человек, который там был одним из инициаторов авторов, сейчас судя за король. Ну так... Этого и создавалось. Чтоб посадить человека. Чтоб не посадить, чтоб проскочить. Нет, так вы понимаете, оно не проскочит. Как в Гелком Союзе. Минное поле. Больше опасностей попасть... Встретят какой-нибудь, чем, не знаю... Заминная поля гранта. Система КРБО для того обслуживания сидят. Ну то же самое, да. Стимулирование ремонта... Вот сейчас то же самое происходит. Для того, чтобы Симашка качательный день получил кто-нибудь там 10 лет за нарушение в стране. Вообще было всё по-рубную разницу. Так... Нужно всем давать кредиты на покупку Белджи. Вообще всем. Всем без ограничений. Валя, ты увидел ли акцию реакция Базара? Рено. Рено, Лада, все под 1,9. Да. То, что Симашка там совместно с Грефом добазарился. Лукашин. Такой уровень. Да. Вашину подаёт. Просто люди на Базаре. Вашину взяли. там преподатан. Звонил. Рено, все. 1,9. Все предполагают. Вот. Объявление монополистов это совершенно представляющий сюжет. Кто пропустил, смотрите. Внимательно подумайте о сути монополия. Три индивидуальных предпринимателя, которые продают медицинские пьяки в Беларуси, являются монополистами. Ох. Конечно. Семь процентов. Подумайте. Это какой вообще сюжет, да? Мы думаем монополисты, мы думаем, что большая компания Google, Amazon, Gazprom, да? А тут такой скромный ИП в противоречных штанах на секонд-кэнд автомобиле. Сачком. Я, ты же, сволочь, монополист. Группулировать твои там затраты, прибыль и все такое. А если мы сейчас плохо вести, закроем нафиг мы. Причем, понимаете, причем все по закону. Думаю, какие законы принимаются, кого объявляется монополист. Вот. Подход правительства к решению проблемы вот вы видите. Видит проблему, видит постановление, разрешение, все это вот в это место выливается, и это бесконечно. То есть ни решение, ни одной проблемы. Потому что... Очень много комплиментов по министерству антимонопольного регулирования. У нас был реально совершенно кейс, когда Белтелеком продает базу абонентов. Для частных покупателей цена одна, для государственных. Это вот пьющих продавцов, а не нужно их продавцов. Люди писали письмо, значит, в министерство. Нас заставили собрать вот такую стопку информации в определенный срок, если мы ее не предоставим. Нас накажут штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Потому что мы не предоставляем информацию. Когда мы предоставили все, и объяснили, что мы как центр предпринимательства сделаем это не для себя, а для всех субъектов, нам ответили, что законодательство нарушений не установлено. что Белтелекомна, это субъект в хозяйстве, не может делать что хочет. Это к вопросу о том, например, выполняется ли не выполняя программу классного бизнеса. Мы говорили, выполнены ли вопросы. Чиновники поставили галочку, сказали, на самом деле, мы выполнили половину ваших рекомендаций, потому что были приняты некие, значит, акты, законодательства, которые не считают, отвечают на наши вопросы. Вот и все. Галочку поставил, поехали вперед. Вы хотели деловой климат, декрет номер 7 есть, декрет номер 4 есть, чего еще хотите? Климат есть. Декументы есть. Декументы есть. В биткойне хотели, легиазолали, легиазолали. Все нормально. Вот и все. Поэтому, аа, частную собственность на землю. А кто вам мешает? Поймите, мы делали выступление на ассамблее представителя комитета, это гос. имущество. Такое что, вы просто дебилы, не вымете в землю получать, частную собственность, выступает представитель этого, проводитель или возместитель этого. Вы просто сами, недалекие люди. У нас можно, все подписано. А сколько случаев таких было ноль? Один. Или один, то есть как-то мало. Вот, собственно, что-то было. Нейтрализация. Вот называется взрыв мозга. Взрыв мозга, потому что предложение с точки зрения того, что сегодня есть, то, что предлагает МВС, Майбан и все прочее, абсолютно инновационные, прорывные, нейтрализационные. Опять-таки, я не совсем до конца, если бы я дал волю чувствам, это было бы по-другому даже выглядело. Но, тем не менее, я там ограничивал некие свои стремления. Экономическая конституция. Документ, который готов, который просто нужно взять и применить. Что такое 25, 20, 22? Снижение контроля государства. Снижение контроля государства. Снижение контроля государства. Чтобы, собственно, были в некие заданности для того, чтобы... 25 – это максимальный предел размер госрослода КВП, 20 – это максимальный размер госдолга, 20% – это максимальный допустимый размер активов государства, и 2% – максимально допустимая инфляция в случае сохранения монополии на деньги в этот период. Это очень понятно, предельно понятно, как сейчас. То есть, период на период, там, 2-3 года, там, 5 лет, для того, чтобы у тебя ничего не было соответствовало. И всё, и разночная капитализация. Собственно, вот документ в дополнении конституции. Я помню, спорили по поводу с юристами, а почему конституция? Конституция может быть только одна и так далее, и так далее. Ну, сделать конституционный закон. Есть способы много, юристов можно просто допрять, чтобы они придумали этот вопрос. Часто английский суд – частный абитраж без лицензии. Я считаю, что по всем хозяйственным спорам лицензия вообще не нужна. Если кто-то заявляет Рону Роману, он там хороший специалист, или кто-нибудь ещё юристы, где юристы? Кто юристы? То есть, у юристов много, и говорят, вот я хороший юрист, я продаю свои услуги арбитра в рамках двухсторонних отношений. Главное, чтобы эти решения… Вот посмотрел там суд, что споры решают, или там, исполнительный орган, потому что решается вопрос этим человеком, мы оба согласны, вопросов нету и нет исполнения. Я думаю, что без этого инструмента для хозяйственных и гражданских споров практически невозможно будет разрушить судебную реформу. То есть, никто этого не делал, да, но это критически важный момент. Украина этого не делает, Россия этого не делает, потому что пока нет. Тем более, они делают, но это вот то, что является ответом на, грубо говоря, затык судебно в этой системе защиты ЧАСУ. Нет, Ярославов тут есть. Роман, сейчас мы заканчиваем. Они теоретически есть, да, но, например, чтобы люди знали, что я не должен обращаться никуда больше, кроме этому человеку. И пишу бумажку, Роман Паковский, действующий без лицензии, но по согласованию сторон договора является, его решение является обязательным для исполнения судебного органа. Ну вот, правительство, все министерства. Опять-таки, мы давным-давно разработали и предложили правительству институту правовую реформу, где прописали функции органов. Все министерства в Беларуси больше не надо, да? Кто могу? Запрет министерства загнаться человеческой деятельностью. Вот, что нужно делать в плане денежного обращения. Пусть валютность, право, миссия, денег на золотом стандарте, плюс, вся крипта, пусть все здесь входит, в любом режиме, в любом формате. Через 20 лет будет совершенно очевидно, что беларусы выбирают в качестве платежного ресурса. Будут либо это деньги одни, либо вторые. Совершенно спокойно к этому нужно относиться. Налоги. Опять-таки, недавно, в мае, по-моему, представляла инновационность и налоговую бюджетную реформу для рабочей группы в Винфине по поводу того, как должна была реформа. Опять это послали в органы госуправления, делал машин, все-все думали. Я получил ответ, Аня вот, Диана, получила, она написала вопрос в Винфин, просьба оценить то, что я предложил. МНС, 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 ответили, что Ярослав туда-сюда, но он предлагает неприемлемый уровень снижения госрасходов, поэтому, к сожалению, мы его сидите и грините. Таможная пошлина, единая плоская. С этим больше всего проблем, на самом деле, потому что есть и АЭС формально, и нужно было согласовать. Я думаю, вот такой подход был бы оптимальный. Ликвидация пенсионного фонда абсолютно необходима, причем во всех странах, с нашей демографией, что вот принцип очень простой. Не значит, что мы ликвидаем пенсии, не подумать только тогда, которые все расходы государства источники выполнения пенсионных бюджетов. 6 миллиардов долларов, белорусская экономика по-любому, в любом раскладе найдет. По-любому. При сегодняшнем уровне 22 миллиарда, администраторов тоже 6 миллиардов. Всего-то. И все, и больше ничего. И просто не нужно при помощи современных технологий… 6 миллиардов в какой период? Доллар, в год. Нет, в год. В год, да. Бюджет 22, 6 миллиардов, мы не тратим на 50. Вот, собственно, вот так и так летит. Зачем при этом фонд, который строит все здания, который берет издержки, который никуда не вкладывает остатки и альфинансы? Да. Выходы государства из состава всех СМИ, университетов банковского, страхового и медицинского бизнеса, опять по принципу, помните те шаблоны, которые есть. СМИ – особая тема, мы часто об этом разговариваем, но, как показывает пример даже Польши, государственная собственность СМИ – это абсолютное зло. С другой стороны, не допускать сюжета, например, как в Украине. Опять-таки, в Украине, реализация рынка стала возможной только потому, что есть сутеризизирование, разные ограничения, которые пользуются те люди, которые покупают эти товары. Легализация наших замечательных товаров, расширение спроса на услуги, которые молятся люди, вне сомнения. Это непонятно не это, но это более для свободы выбора, каким как бы нам традиционным, а моральным это не казалось, наше мнение лично не должно являться основанием для того, чтобы имидж. Если мы это сделаем сегодня, это будет по всему миру говорить больше, чем про толча. Абсолютно больше. А в Сан-Франциско, вы видели в Сан-Франциско, сколько там людей, которые вот такого рода, да? Если они бы пришли бы хотя бы 10% своих денег сюда вложили, то я думаю, что каждый из нас умножит владельцев свое состояние. В Израиле за то, что какой-то солдат-новичок высказался против геев, заставили отжиматься всю роту полдня. Я буду где-то в сентябре сделать... Я пишу работу, наученную, да, по поводу экономической выгоды для страны и легализации марихуаны. Хочу ее тоже самое на Совет противоприимательства, как поддержка национального производителя. Правильно? Не видел экспортажи ПБТ по поводу этого? Да видел, блин, там уже сплошные СБД. Это называется... Безвиз на ввод, я превратилась... Курашка. Да, да, да. Все вообще безвиз, абсолютно, ограничения со связами там вчерашний день. Знаете, сколько было в мире выдано фэн паспортов, паспортов футболистов или болельщиков? Сколько? Три миллионов. Три миллионов. Нет, главное, три, около трех миллионов паспортов, ни одной по 10. ни одного нарушения. Люди безвиз путешествуют по этому айди, которое больше, лучше, чем паспорт. Зачем паспорта? То есть это какие-то технологии влекалек, которые просто, ты берешь это айди, главное, чтобы тебя инвестируют, ты это ты. Все. И вот, грубо говоря, вместо виз, вместо паспортов, это сделать айди на той технологии, которая делается в отношении паспорта в болельщиках и путешествуют по всему миру. Сертификаты качества для бизнесменов очень важны, что, условно, если там всякая концепция защиты человека-производителя, беларусь должна отпасть. Вопрос вам. Является реализация рекомендаций платформы бизнеса взрывом мозга? Ну там же нет проблем. Посмотрят ли холмом? Вот, правильно это сказал. На самом деле там комплексно представлены, очень взвешенный, умеренный подход, потому что документ, который мы понимаем, должен отражать консенсусный взгляд бизнеса общественного разного, как вы понимаете, одновременно чиновники, если они услышат, там, мои предложения, это будет лишён, а если должны, так иначе, услышать предложения, которые лежат в матрице понимания. Почему? Поэтому они такие, не имеют. Поэтому взрыв, он, даже не взрыв, это как бы так, а в отношении долгих вещей это взрыв, но, например, когда, помните, мы спорим в отношении 5-процентного уровня инфляции. Романчук причём предлагает, что этого никогда не будет, зачем, 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 сегодня ниже 5-процентных. То есть, получается, бизнесное общество не верило в то, что национальный банк вас так растет. Да, да, да. Поэтому, вот я ещё вчера, или в четверг, Лукашенко предложил кодекс госслужащих. И ты его тут же написал. Я его написал. Какая-то ино заплатили же за это. Слушай, я же генерирую общественное плако. Четвёрный снизу смешной. Вот. То есть, ну, здесь, грубо говоря, роль этого документа, здесь, декларация. Например, выстраивали на линейке, торжественно клянусь обещать. Собственно, вот ЭКО. Это не правовой документ, который там, это, документ другого типа. Он будет в Белой газете, во вторник так вы посчитаете все. Вот. И вот вторая часть, я принимаю следующие обязательства. Десять обязательств, конкретно госслужащего. Да. Вот. Которая сделает нашу власть, на мой взгляд, более, там, ответственной, снизить гитаристские, причем, если человек нарушил декларацию, публичность, да. Это какой-то там тоже нематериальный объект, который можно оправить. А есть крайничка в случае нарушения, обещаю. Нет. Там есть запрет на занятие ворудовательного управляет, и хитит эти спереди. Как можно просто? А если нарушил, что сразу одну клятву выпускать, суровая, выгодная, выгодная. Наконец, трудом он предлагает, это очень важно, по-моему, Леша, когда она выслал эту вещь, я очень обонаривалась, давай. Смотрите, для заплатников, для белорусов, вне зависимости от того. Это вот, качественно, бесплатно, быстро, дешево. Великолепная штука, которая позволяет на простой схеме оценивать любые предложения. Кто-то вам говорит, что это бесплатно, качественно, быстро, это трендж. Если кто-то говорит, быстро, дешево и качественно, это утопия. То есть, качественно, дешево, быстро, это, то есть, вот, собственно, вы видите, все эти пересечения. Ну, я тебе могу сказать, что вот этот вот, ты там доверишь, что такое вот, бывает, в учетке, 14 дней, качественно, бесплатно, 14 дней. Убей себя, да? Убей себя, да? Убей себя, да. То есть, это вот, великолепная штука, которая позволяет, так, в такую графическую форму, оценивать все эти предложения. Поэтому, друзья, курс, модель Бобиня, это великолепная серия зайцев, почистка, это Василия, в белогазете, постоянно лица рисует. Вопрос, который очень важен, да? Потому что, если мы эти матрицы, что угодно разрушаем, у нас, открываются глаза, когда говорят, у вас нету предложений. Верьте вам, в Беларуси, в отличие от даже Украины и России, гораздо больше конкретных, описанных, оформленных предложений, три принимаются. Три принимаются. И все. Вот поэтому, дайте волю знания, друзья, это основа не только нашей школы, девиз нашей школы, Майкл, но также призыв нам всем к действиям. Спасибо большое.